Приветики всем моим косметоманчикам! Ура! Я нашла, что положить в свою коробку из-под Рафаэла. Хоп! Что у меня тут? Это мне наконец-то пришли вот такие щеточки из бамбука. Это кисточка моя. Это щетки из Алиэкспресс. Зубные щетки. Смотрите, какие они. Вот здесь я таких уложила. Здесь их очень много в упаковке. Потом есть еще вот такие коричневые, бежевые, белые, черные. Вот это ЛГБТшная моя самая любимая. И мне кажется, эти щетки выходят очень выгодно. По сравнению с тем, как просто покупать у нас. Плюс они вроде как экологичные, что сейчас очень модно. Они пришли в очень некрасивые упаковки. Я такие упаковки не приветствую. Она просто такая картонная. В общем, мне упаковка не понравилась. Но сами щетки просто радуют глаз. Сзади нет чистилки для языка, что для меня минус. Я всегда чищу язык. В общем, вот так вот в коробочке из-под Рафаэла я храню. И поставила это, конечно же, уже все на хранение к себе. Следующее. Что я купила? Здесь у меня вот такие две пасты. Эта паста тоже со щеткой внутри. Что было неожиданно. Я такая купила, а потом, о, щетка внутри. Да, здесь есть щетка внутри. Она такая простая, белая, тоже без чиселки, без языка. Все такая, как нарисованная. Точно такая же внутри. Паста в запас. Дальше. Вот такую кулвати. Это я в который раз уже беру. Вот такая паста. Тоже была очень выгодная, я взяла. Супер кулминт. Люблю, когда очень ядреный запах мяты. Следующее. Еще я в запас взяла вот такие бритвы рапира. Они вроде как классные. Здесь двойное лезвие. И обязательно нужна быть полоска. Кстати, если берете без полоски, никогда не берите без полоски. Казалось бы, что она там делает, эта полоска. Но на самом деле без полоски они просто гораздо хуже скользят. Они вообще не скользят. Эта полоска делает свое дело. Она реально увлажняет. Она нужна. Следующее. У меня, знаете, мало губок для посуды. Я такая, возьму-ка еще. Не могу без губок для посуды. И взяла губки вот такие с пеноэффектом. Кухонные. Такие губки у меня уже были. Они очень классные. Смотрите, они такие рельефненькие. Мне понравились. И поэтому я взяла их еще раз. Хотя губки у меня в запасе есть. Смотрите, как я организовала свое космическое место. Временно. Пока что. Я не крашусь. И я положила тени все просто в шкаф. Это тени, которые мне пришли. Я так их не протестировала, не воспользовалась. Новенькие. Смотрите, их так просто запечатала слюдой. Потом такие тени, которые я вам показывала. Уже вот эти, вот эти, вот эти я показывала. Всеми палетками я уже много попользовалась. Они так, знаете, немножко успели, надо есть. Здесь туши. Вот мне, кстати, новая тушь пришла. Где-то вот эта. Ох, вот эта классная тушь. Смотрите, какая она с двойной щеточкой. Типа шаг один, шаг два. Типа щеточка должна быть разной. Эта тушь просто я прыгала до небес, когда она мне пришла. Очень классная. Давно пришла, а я вам все не показывала. Здесь, короче, такой стаканчик красивый из-под джема клубничного. Кстати, очень вкусный, просто обалденный. Вот это Махеев клубничный. Я положила все свои запасные туши и две кисточки. Дальше я снова набрала вот таких вот у меня пять кремов. Крема для ног. Это мой любимый крем для ног. Он был по выгодной цене. Я такая наберу, потому что он всегда нужен. Дальше. Пришли, купила вот такие колготки еще себе в запасике. Редко ношу колготки. Смотрите, четверку всегда беру. Я еще раз повторюсь, я очень худая, но я всегда беру четвертый или пятый размер. Я просто люблю, чтобы колготки сидели плотно. Кстати, мое разочарование было то, что они оказались не матовыми. На камере немножко смотрятся блестящие, но они матовые абсолютно. Я более блестящие люблю. Я все-таки купила дуру себе с глубоким очищением. Такое с активирным углем. Она очень приятно нежно пахнет. Не такое ядреное, как синенькое. Дальше. Из мыл я купила вот такое кофейное еще. Мне понравилась кофейная, класс. Название просто супер. Пахнет оно прям не совсем кофем, но типа тоже неплохо. И розмариновое такое мыло. Обе от фирмы какой-то неизвестной чистой традиции. Дальше. Что у меня тут? Перейдем на следующую полку. Здесь я взяла тоже пять штук вот таких для интимной гигиены. Ну знаете, вдруг понадобится, а обязательно понадобится. А это прям специальные салфеточки такие Clean Life для интимной гигиены. Здесь у меня стоят начатые лезвия. Дальше я разместила вот такие. Купила Сенса. Уже не Baby. Кстати, я разочаровалась в детских салфетках. Я думаю, что от них у меня возможно раздражение какое-то на лице. И какие-то лишние прыщи. В общем, детская продукция давайте оставим для детей. А взрослые будут пускай пользоваться, наверное, просто универсальными салфетками. Сто штук была выгодная цена. И я такая, окей, возьму. Дальше в запас я купила вот такой Dream Шампунь. Смотрите, он Professional. Такая некрасивая упаковка, да. Она не смотрелась такой некрасивой. Когда я думала ее купить, как в отзывах. 800 миллилитров. Неплохо, да, для шампуня. И следующее, что тут вообще вдалеке стоит. Вы уж простите, но я не хочу доставать. Это Дамалин. Здесь тысяча миллилитров. Зеленый чай и мята. Это средство для посуды. Большое. В такой просто упаковке неприятной, которой надо будет что-то мудрить, чтобы покупать, чтобы удобно было пользоваться. Так. И здесь я положила... Так, подождите. Так, так, так. Так, давайте все сложим назад теперь. В ближайшее время я планирую открывать, во-первых, другие лезвия. Не рапира. Я хочу открыть лезвия вот этих. Джилет. Почему они настолько дорогие? Вот они в 4 раза ровно дороже, чем рапира. Тоже 5 штук. Нормально тогда. Следующее, что у меня тут есть, это у меня уже есть вот такие губки. Это я вам показывала уже в предыдущем видео. Просто губки хит, бытовые. Мягкий слой, жесткий слой. Кстати, я всегда мою посуду жестким слоем. Я вот этой приятной частью всегда держу к руке. У меня всегда, поэтому они чистые эти. Кстати, вот здесь у меня еще такое хозяйство. Я приспособила свою бывшую упаковочку от бальзама под всякие вещи. Там внутри лежит, ну, всякая такая мелочь. И все. Сейчас мы сложим все назад. Я просто не могу, когда не сложно. Мне надо, мне надо, чтобы все было как бы, как надо. Дальше. Что у меня тут дальше? Дальше. Я не поняла вообще, зачем я купила эту косметичку. Раньше я в ней хранила косметику. А теперь вот она пустая. Я не знаю, что в нее положить. Я не знаю, что хранить в косметичках. Мои палетки, я люблю, кстати, только большие палетки. Достаточно большие. Но она просто не помещается. Мисс Роуз вот не помещается палетка. Смотрите, она просто, ну, она кажется, что помещается, но еще только одну положить и все. Вот Мисс Роуз это дальняя. И вот это вот на 28 цветов, она вообще сюда не влазит. Маленькие типа еще влазят. Типа и тушь, да, сюда влезет. Но, во-первых, мне очень нравится хранить вот так в стаканчике. Это очень неидеальное хранение. Мне оно не очень нравится. Я все еще переставлю. У меня, кстати, такой заскок. Я все время меняю, по-разному ставлю все в такой свой запасик и добро. Я, конечно, получаю от этого кайф, но я все время недовольна тем, как я все расставила. То есть это я вот сейчас так поставила. Большинство того, что из новенького купила. То, что у меня было, я вам показала. То, что я купила новенькое, я поставила на отдельную полку. Но все еще тут косметика как бы. Я такая думаю, надо все, надо сделать снова по-другому. И я не могу. У меня, получается, прокладки в одном месте. И здесь у меня, как бы, смотрите, прокладки. И не рассортировано по категориям. Я вот сейчас дозапишу видео, и я снова буду убирать. Потому что вот так лежать не будет. Я просто не могу. Мне надо, чтобы было хоть как-то по категориям. Чтобы хоть как-то было по длине. Например, вот чистая линия, это что-то такое длинное. И дальше вот эти диски Clean Life, тоже длинные. И здесь вот, смотрите, сколько пространства. Ну, что это такое? Меня беспокоит это, беспокоит. Еще меня беспокоит, что я накупила слишком много мыл. Я, конечно, очень усердно использую мыло. Но мне надо, чтобы было... Иногда меня бесит, когда нет ничего. А иногда я накуплю слишком много всего. Да, для видео. Чтобы было что показывать. Но чтобы, конечно, и в запас было. Чтобы по выгодным ценам успеть купить. Потому что все дорожает просто с каждым днем. Очень сильно. Но я начинаю беситься, когда у меня много чего. Вот что это за болезнь такая, я не знаю. Неполярочка какая-то, блин. Много косметики, все. Мне не хочется ничем пользоваться. Когда у меня ничего нету, блин, у меня ничего нету. Я несчастный и там бомж. Теперь у меня много всего всякого. И косметического, и шампунь у меня там в запасе. Две штуки стоит. И бальзам огромный. И средство для посуды. Я такая, блин, оно неправильно стоит. И я давай все это перекладывать. Короче, вот такая у меня проблема. Буду сейчас разбираться со своей головой. И со своим порядком. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok